Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 13 июля, день 12 апостолов, назван в честь собора святых славных и всехвальных 12 апостолов. Ведь они ближайшие ученики Христа и очевидцы его жизни. История жизни и деяний апостолов описана в Евангелии, а также в книге «Деяния святых апостолов». Учениками Христа стали Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов, его брат Иаков, Филипп, Матфей и его брат Иаков, Алфеев, Варфоломей, Фома, Симон Канаид, Фаддей и Иуда Искариот. Затем Иуду заменил Матфей. С сегодняшнего дня погода становится особенно сухой и жаркой. Раньше был распространен обычай красить сегодня яйца, как и на Пасху. Также готовили различные блюда из яиц. Ели яичницу с ветчиной, зеленым луком, сыром, хлебом. Даже была яичница с селедкой. Приметы. Звезды мерцают ночью, а утром небо затягивается тучами, полдень ожидая сильную грозу. Ну, так и я. Я тоже пробую. С имбирем. С имбирем. Да. Значит, что говорю первое. Во-первых, мне нравится консистенция. Во. Раз. Это правда. Во-вторых, мне нравится, что отсутствует резкий запах морской капусты с йодом. Мне это тоже нравится. Здесь очень важно соблюдать пропорции. Если слишком много будет капусты... Во. Вот это мое. Без имбиря. Да, без имбиря. Очень. Имбиря можно поменьше. Можно поменьше, наверное, да? Поменьше. Ну-ка. Я бы даже, наверное, добавила бы чуть-чуть побольше этой морской капусты, чтобы добавить соли. Чтобы остальные имбиры. Чтобы чуть-чуть, да. И вот тут у нас получается, что мы делаем целебное блюдо вкусно. Да. Вот эти я. Тот компонент, как морскую капусту, которую мы не любим и не едим, здесь желательно им побольше добавить. Я бы знаете, что скажу про вот эти соломкой? Они тоже прекрасны. Они просто другие. Да. У них плюс в том, что хруст приятный. То есть, понятно вроде бы, что это как горячая закуска, но при этом есть свежесть благодаря вот этому правильному хрусту. Ну, здесь как раз идет нерутка надувы. Надо жевать. Да, жевать надо. Поэтому у нас уже зубки укрепляются. Далее, чем мы больше жуем, чем больше выделяется желудочно-кишечного строка, улучшается у нас пищеварение. Вот. И, естественно, хорошая профилактика запора. Если мы жуем более тщательно, то у нас различные там, желудочно-кишечные заболевания выпрошены. Вот. А у меня такое интересное, он у меня более сочный получается. У вас более сочный получается. Получился более сочный. Ну-ка. Более сочный, как-то у меня более приятный на вкус. Значит, каждый остался все свои. Ха-ха-ха.